Поэтому, иншаллах, мы по возможности постараемся в этот месяц, иншаллах, побольше говорить о Куране, растолковывать те или иные аяты. Перед тем, как мы, иншаллах, возьмем какой-то аят из священного Курана, хотелось бы немного сделать такое вступление и рассказать вообще про Куран, про достоинство Курана. Поэтому, как бы, взяли, как бы, специально на арабском языке из разных книг выписал, иншаллах, будем читать на арабском, что-то переводить, иншаллах, что так будет более такая насыщенная лекция, иншаллах. То есть, мы должны с вами понимать то, что Всевышний Аллах послал посланников к людям. С двумя миссиями. Мубаширин – это те, которые радовали и также предупреждали, остерегали. То есть, каждый посланник радовал раем тех людей, которые следовали за посланником, следовали за священным писанием. И также предостерегал о наказании Адам, о могильном наказании тех людей, которые не следовали за пророков, тех людей, которые не следовали за священным писанием. Поэтому и давал каждому из пророков, С каждому посланнику Всевышний Аллах, Субханава Та'ля, давал разъясняющее знамение, дабы люди поверовали. Некие чудеса Всевышний Аллах, Субханава Та'ля, отправлял. Чтобы у них был какой-то аргумент, чтобы люди уверовали во Всевышнего, в Творца, уверовали, что тот или иной, он является посланником от Всевышнего Творца, Создателя, Субханава Та'ля. Если посмотреть во время Мусы, хотел сказать, братья и сестры, вопросы, если у кого есть, мы потом в конце уже, чтобы не отвлекаться, в конце ответим, на вопросы. Мусы, возьмем пророка Моисея. В его время очень сильно было распространено сихр, колдовство. Всевышний Аллах, Субханава Та'ля, дал Моисею, Мусы, посох. Когда он кидал этот посох, этот посох, эта палочка превращалась в ползучую змею. То есть, если вспомнить историю Муса, алейхисалям, то что, когда Всевышний Аллах, Субханава Та'ля, послал Мусу к фараону, к фираону, в его время очень сильно было распространено сихр. Тогда фираон подумал, что Муса является одним из колдунов. И обвиняли его в колдовстве. Вы помните, тоже из Кур'ана, из сиры пророка Мухаммада, то, что его называли колдуном, его называли предсказателем. И также каждого пророка обвиняли. И обвиняли Муса, алейхисалям, то, что он колдун. Тогда фираон собрал самых сильнейших, самых сильных колдунов на то время. Даже сейчас, когда общался, есть у нас друг, шейх Абонас, он именно 30 лет лечит Кур'аном. Руки читает от сихра, от колдовства, от сглаза и так далее. Он говорит, что самое сильное колдовство, которое даже сейчас осталось, это мин вакталь фараина. Со времен фараона в Магребе, в Марокко есть. И вот на то время самое сильное колдовство было во времена фараона. Фираон собрал все колдунов, говорится в Тавстире, их было тысячи или около двух тысяч. И у каждого этого колдуна был большой посох. Эти колдуны пришли к фираону, и первое, что задали вопрос ему, будет ли нам какая-то награда? То есть, если мы сейчас победим колдовство Мусы, дашь ли ты нам какую-то награду? На что ответил фираон, да, и вы будете моими приближенными. То есть, представляете, правитель, который себя назвал, я ваш Илях, я ваш Господь, он сказал, что я ваш великий Господь, я не знаю для вас иного Господа помимо себя. Фараон сказал этим колдунам, да, если вы победите, то вы из приближенных ко мне людей. Вы ко мне приближенные. Тогда они сказали Моисею, Мусе, алейхиссалям, «О, Мусе, или ты кинешь свою палочку, или мы первые кинем свои посохи». В Таштире говорится, что у Мусе, алейхиссалям, был не посох, а была маленькая палочка. То есть, он на нее опирался. И когда Мусе, алейхиссалям, сказал им, «Кидайте свои посохи». Когда они кинули свои посохи, показалось Моисею, «Юхайял». Один из видов сихра – это сихр хияли. То есть, сихр, когда человеку что-то кажется. Такой же сделали сихр пророку Мухаммаду, салаллаху алейхиссалям, когда говорится, что такой сильный сделали сихр посланнику Аллаха, если бы направили на целую кабилю, на юдейский сихр, если бы направили на целый клан, то бы уничтожил бы этот клан. Но однако пророку Мухаммаду, салаллаху алейхиссалям, этот сихр чуть-чуть коснулся юхайял. То есть, ему казалось. Он просыпался утром, брал гуср, Аиша, рада Аллаху алейхиссалям, говорила, «Ничего между нами не было у посланника Аллаха». То есть, ему казалось. И здесь, они когда кинули, и всем, кто вокруг него показалось, то, что эти посохи превратились в змеи. Но это не настоящие змеи, это посохи. Сахара, эти колдуны видят, что они посохи. Но показалось Моисею, Мусе, алейхиссалям, и тем, кто вокруг него, как будто они змеи. И тогда Мусе напугался. То есть, напугался чего? Не самого сихара, а напугался змей. Поэтому, как говорят ученые, то есть, бывают два вида страха. Страх дозволенный и страх запрещенный. Дозволенный страх – это когда человек боится, например, какого-то животного, да, там, боится, там, собаку, например. Кто-то боится змею, или кто-то там боится, например, выйти ночью, там, видит, там, стоит народ, боится, что они ему навредят. Это нормально. Но есть другой страх, когда человек приравенит этот страх со страхом Всевышнего. То есть, боится колдовства, боится колдуна, боится, что он ему навредит, изменит его кадр, его предопределение и так далее. Это запрещено. Аллах, Субханам Талли, в Куране, обращаясь к посланнику Аллаха, саллаху алейхиссалям, сказал, «Куль инни ла амликуни на все дарра, ва ла нафа, и ла ма ша Аллах». О, Мухаммад, скажи, я даже самому себе не могу не навредить, и не принести пользу, если Всевышний Аллах, Субханам Талли, не пожелает. Не то, что другим, даже самому себе. Ну, Мухаммад, алейхиссалям, в этот момент напугался, показалось ему, что они змеи. Тогда Всевышний Аллах, Субханам Талли, сказал, «Каля, «Фа алки ма фи яминека, талкав на санау, инна на санау кейда сахир, у а ла юфлиху с сахиру хайсу ата». «Кинь то, что в твоей руке, я Мухаммад». Проглотит все, что они сделали. Поистине, это из козней колдунов, и никогда не преуспеет колдун. Тогда Мухаммад, алейхиссалям, «Фа алка асаха, фа идэ хиталкафу ма яфикун». Мухаммад кинул эту маленькую палочку, и она уже превратилась в настоящую змею. То есть не показалось им, что она змея, а в настоящую змею, и начала пожирать, кушать все эти остальных змей. То есть, представляете, маленькая змейка начала кушать все эти тысячи, две тысячи больших змей, и куда это еще нужно, куда-то вовнутрь поместить, и так далее, и всех-всех-всех кушает. «Фа улкия сахарату саджиди». В этот момент колдуны-палениц сделали земной поклон. То есть они сказали, «Мы самые сильнейшие колдуны, это не колдовство, это «Куват ину иллахия», это мощь Всевышнего, это му'аджизат Всевышнего, Аллаха Субхану Ва Тааля, чудо». И тогда они, палениц, сделали земной поклон. «Калю аманн набираббил ааламин, рабби Муса ва Харун». Мы уверовали в Господа миров, в Господа Муса и Харуна. Тогда Фераун обратился к ним. «И я лаукадта анна айдиакум арджу лакум мин хилафи, ва лау саллибанна кум аджмайин, калю ла дайра инна инна раббина рагибун». На что Фераун сказал, «То есть я вас уничтожу, я вас накажу, наискосок я вам отрублю руки и ноги». На что они сказали, «Это нам не навредит». Мы уверовали в Господа миров, в Господа, в того Бога, в Которого верил Муса и Харуна. То есть на тот момент также «Аль-Кааса фаидахи я талгхума я афикун». Также у Муса, когда он поднимал руку, «Фаидахи я байла у линнадзирин», она светилась, становится белой. Когда Муса, добежал со своим народом, до моря, за ним был Фераун, со своим войском, тогда напугался его народ и сказал, «Калю, я Муса, инна ляму дракон». То есть, что я Муса, мы все, как бы, нас догонят, перед нами море, сзади нас, Фераун со своим воском, некуда идти. А что он ответил, «Каля». Смотрите, какая стильная убежденность у него была в Аллаху, субханалу, «Нет же, инна маин рабби саяхдин». «Со мной мой Господь». Он укажет нам путь. Когда он ударил посохом этим по морю, оно раскололось на две части. Муса, алей-салям, своим народом пробежал, а Фераун сделал уже здесь земной поклон. Но здесь Аллах, Субханалу не принял его покаяния, так как Аллах, Субханалу не принимает в двух случаях тяуба, не принимает в двух случаях покаяния, когда человек увидит, увидел, что солнце вышло из запада, судный день, и «Аньдаль-Гаргара», когда уже увидит ангела смерти. Здесь Аллах, Субханалу не принимает покаяния. И утопил, Всевышний Аллах, Субханалу а Тааля, народ фараона и фараона самого. То есть это было тем чудом, который Всевышний Аллах, Субханалу а Тааля, дал Муссу алисалам. Если посмотреть на Айсу, алейхинсалам, то в его время очень сильно была развита медицина во время Иисуса, во время Айса. Но Айсу, алейхинсалам, он мог «кани юбрюль акмаха, вал аброса, кани юхил маутаби, иднеллах», он лечил от болезни кожи, также он лечил, восстанавливал, давал зрение, не восстанавливал, давал зрение тем, которые рождались слепыми. То есть юбрюль акмах. Акмах, есть слово кафиф или амах, слепой. А акмах, это тот, который родился слепым. Если сказать амах или кафиф, это тот человек, который при жизни потерял зрение, а акмах, это тот человек, который родился слепым. Ни одна медицина не может дать зрение человеку, если он родился без зрения. Если он потерял при жизни, может быть, может быть, через сотни операций чуть-чуть можно восстановить. Но однако, если человек родился слепым Аллах в Коране говорит скажи Мухаммад если Аллах заберет ваше зрение ваш слух поставит печати на ваше сердце кто помимо Аллаха может это вам вернуть но Иса мог давать зрение тем людям которые рождались слепыми с помощью с помощью Аллаха также он оживлял мертвого человека с помощью Всевышнего Аллаха тогда медики говорили это не медицина это не медицина это мощь Всевышнего Создателя Творца если посмотреть на пророка Мухаммада то есть все пророки Всевышний Аллах их всех пророков Аллах посылал к определенному народу но однако Мухаммад это одно из пяти различий пророка Мухаммада других посланников то что Всевышний Аллах пророка Мухаммада послал ко всем людям к людям и к джинам если раньше пророка послал к определенному народу то Мухаммада ко всем людям поэтому здесь не должно быть чудо только связано с медициной или с колдовством поэтому то чудо которое Всевышний Аллах не спасал дал пророку Мухаммаду оно связано и с медициной и со знаниями это муажеза это великое чудо которое останется до Судного Дня это великое чудо это великое чудо с этим чудом не смогли справиться красноречивые поэты. С этим чудом те люди, которые владеют красноречием, не смогли подобным придумать. Аль-Куран, Аль-Карим. Ас-сара аля ман яфхамуна ла арабия, а аля ман ла яфхамуна. Оставил след на сердцах тех людей, которые понимают арабский язык и на тех сердцах, которые не понимают арабский язык. Куран, Аль-Карим. Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, сказал в Куране Тогда мушрики, язычники говорили Если бы Аллах дал бы ему знамение то есть Мухаммаду от самого себя Тогда Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, сказал Ответим, поистине знамение они у Всевышнего Аллаха, Субхану Ва Та'ля. Также Аллах в Куране сказал А неужто им недостаточно то, что мы не спослали тебе книгу, которая читается им Худжа, Му'джиза То есть именно вот этот аргумент и чудо то, что ты являешься пророком Мухаммад это Кур'ан Аль-Карим Кур'ан Аль-Карим Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, описал то, что его книга это Нур, Свет Всевышний Аллах, Субхану Ва Та'ля, сказал в Куране Мы сделали его светом, Нуром ведем мы по этому Нуру того, кого пожелаем из наших рабов поэтому если посмотреть одна из сур в Куране есть Аш-Шу'ара так называется поэты во времена посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалям очень было развито вот это стихи поэзии поэмы и на сегодняшний день если посмотреть даже есть такая передача в Аравской Эмиратах называется Аш-Ша'ари миллион один миллион дирхамов разыгрывают за самый лучший стих если их правители шейхи короли куда-то улетают там скажем на лечение в другую в Европу в Америку по возвращению там через месяц приближенные люди его встречают его с самым лучшим стихом стихотворение для него специально сочиняют поэму это для него самое лучшее является из подарков как бальзам на сердце у него у короля у шейха у принца все есть его ничем не удивишь а именно с чем самым красивым стихотворением именно для него сочиненным также во время пророка Мухаммада был сильнейшие поэты а пророк Мухаммада был из тех пророков который не мог читать и не мог писать не мог читать не мог писать и представляете этот человек который не мог читать не мог писать вдруг выходит среди народа и начинает читать Кур'ан. Ни один поэт за 14 веков подобный Кур'ан не смог придумать. Аллах в Кур'ане даже сказал Всевышний Аллах Субхану ва Та'але Они говорят то, что ты его придумал? То есть, Аллах Субхану говорит, вопрос за это. Они говорят то, что ты придумал Кур'ан? Смотрите, ответ и поддержка Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'але пророка Мухаммаду Ответьте, Мухаммад. Если я придумал его, то и вы придумайте подобно ему, подобно Кур'ану хотя бы одну суру. И при этом просите помощи, у кого пожелаете, помимо Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'але. Если я придумал Кур'ан, то и вы придумайте подобно Кур'ану хотя бы одну суру, одну главу. Сколько сур в Кур'ане? Сейчас мы, я ахлин Кур'ан, мы сейчас месяц Кур'ана. Сколько сур? 114 сур. Сколько аятов в Кур'ане? Сколько аятов в Кур'ане? Знаете, как хорошо Insha slots. После этого вы никогда не забудете сколько аятов в Кур'ане? Пророк Мухаммад Я дам одну подсказку. Посланник Аллаха стал пророком в 40 лет. Умер в 63 года. То есть, пророческой миссией у посланника Аллаха было 23 года. 23 года 10 лет он призвал к Ла Иляхи Ла Ла к Таухиду в Мекке и 13 лет заснял шариат в Медине 23 года было его послание вот эту 23 цифру запомните посередине оставьте, а по бокам две шестерки пускай не будут как представьте что это скобочки по бокам 6, 6, 6 тысяч 236 аятов в священном Коране и вот Всевышний Аллах сказал, я Мухаммад я Мухаммад, скажи им если я его придумал, то вы придумайте хотя бы одну суру подобную Курану, и так это не случилось 14 веков прошло так это не случилось что только за это время они хотели сделать с Кураном, сжечь его если все книги сжечь невозможно, он не потеряется потому что Аллах в Куране сказал мы не спасали мы не спасали Куран и мы будем его оберегать до судного дня помимо этого Всевышний Аллах если все книги даже убрать то он не исчезнет, почему? потому что Куран он в сердцах Аллах в Куране говорит Куран это разъясняющее знамение в сердцах обладателей знаний если все книги даже убрать миллионы хафизов Курана которые от корки до корки знают наизусть Куран поэтому он будет сохранен то что то есть об этом можем долго говорить какие знамения Курана то что люди сегодня доказывают науки доказывают а это уже было сказано 14 веков назад например один из примеров то что мы полавили кустов которые принесла мы увидели что соленая пресная вода они не смешиваются думаю что это открытие но Всевышний Аллах Субхану Ва Таиле сказал то что то что они не смешиваются об этом уже было сказано поэтому также что касательно той же истории с муравьем когда в суратин Намль когда Сулейман Алейсалям проходил своим войскам и муравьих сказал то что Сулейман Алейсалям мог разговаривать и понимать язык животных и вдруг муравьиха сказала идет Соломон со своим войском пусть он вас не расколет со своим войском они могут не прочувствовать это тогда когда начали проверять то что он больше процентов состоит из стекла то есть говорили то что почему расколет надо было сказать растоптает я татта однако когда начали посмотреть его состав муравья он стоит на больше 100% из стекла поэтому в тот момент когда не было технологий это уже Всевышний Аллах Субхану Ва Таиле не спасал на сердце нашего любимого посланника Аллаха Салаллаху Алейхиму Салям на сердце пророка Мухаммада Салаллаху Алейхиму Салям который не мог читать не мог писать поэтому здесь мы иншаллах с вами наверное остановимся сейчас через минуту будет Салат Аль-Иша как говорится как сказал пророк Мухаммад Салаллаху Алейхиму Салям самые любимые дела перед Аллахом это постоянные даже если понемножку если например одну большую лекцию провести там на час на два и оставить или каждый день через день по 20 минут то по чуть-чуть но на постоянной основе это лучше перед Всевышним Аллахом Субхану Ва Таиле если что чем то что то сделать сделать один раз и оставить мы будем иншаллах братья и сестры вывешивать иншаллах в сторис то есть когда завтра Аллаху Алим получится у нас нет то есть нужно посмотреть как у нас будет получаться по времени если нет то послезавтра то есть каждый день следите мы иншаллах в сторис выставливать когда у нас будет лекция за полчаса по московскому времени до салат до ночной молитвы очень много я смотрю просто сейчас вот я даже не читал как бы много там вопросов я просто физически не успею ответить и также вы отсылайте иншаллах если что в личку там посылайте мы постараемся по меру возможности ответить иншалла пара калафикум ва чазакам лахая ва салаллаху аля на бинах Мухаммад ва аля алихи ва сахбе чумаи